Санитарная авиация, добрый день. Точно так же две недели назад медики спешили на помощь к Роману Каптенко в Обширонский район. 19-летний парень попал в страшную аварию. Травма сердца, разрыв легких, ушиб головного мозга, повреждены печени и почки. Состояние сегодня крайне тяжелое. Молодой человек не может самостоятельно дышать. Врачи практически не отходят от его кровати. Что с ним произошло, Роман смутно помнит, а как оказался в палате реанимации и вовсе. Ты помнишь, как тебя сюда везли? Нет, тебя сюда на вертолете привезли. Как спасали молодого парня, хорошо запомнил реаниматолог, который вылетел за ним в районную больницу. Чтобы подготовить пациента к перелету, ему понадобилось больше двух с половиной часов. Сегодня врач отмечает положительную динамику состояния и тут же оговаривается. Шансы появились только потому, что помощь подоспела вовремя. Силы районной больницы не позволяли диагностировать все его проблемы. Это удалось только тогда, когда мы его доставили на место. О том, чтобы он погиб в районной больнице, об этом я могу со стопроцентной уверенностью говорить. Шансы на выздоровление увеличились и у Сергея Яранкина. В тяжелом состоянии из Паловского района вертолет санавиации доставил его в краевую больницу. Накануне местным врачам он пожаловался на сильные боли в сердце. А спустя уже несколько часов бригада медиков встречает его на взлетно-посадочной площадке в Краснодаре. Главный принцип команды краевых реаниматологов – чем быстрее путь, тем больше вероятность на выздоровление. Приоритет санавиации, когда счет идет не на дни, а на часы и даже на минуты. Медицинский вертолет оснащен самым современным оборудованием. На борту есть необходимая дыхательная аппаратура. Так что пациентов транспортируют, даже если они находятся на искусственной вентиляции легких. Специальные мониторы, чтобы следить за важными параметрами состояния пациента. Одним словом, все как в стационарной палате реанимации, только в уменьшенных размерах. Санавиация – отделение, где работают каждый день, ведь у болезни нет выходных. Только в 2015-м удалось спасти около 300 человек. Сегодня по европейским стандартам на каждые 800 тысяч человек необходим как минимум один вертолет. На Кубани для оптимальной работы их нужно 4, подсчитали специалисты. Немецкие экономисты считают, что если спасено 2 жизни вертолетом, то вертолет в течение года 2 жизни спасено, то вертолет окупает свое существование. Но если мы перевезли 300 человек, то мы окупили свое существование многократно. Одна из сотен спасенных – жизнь маленькой Иры. Эту пациентку в краевом ожоговом центре хорошо запомнили. 40% тела малышки было в глубоких ранах. Она нечаянно опрокинула на себя кастрюлю с кипящим компотом. Скорая приехала быстро, но врачи Мостовского района лишь развели руками. С такой тяжелой травмой они бы не справились. А минуты промедления могли стоить жизни трехлетней девочки. Когда в Краснодар ее транспортировали, слава богу, я уже знала, что я надеялась на лучшее. Хоть врачи говорили, что состояние тяжелое. Самое страшное пережили. В краевую больницу на вертолете санавиации Иру транспортировали уже без сознания. Дорога заняла всего 40 минут. На машине пришлось бы ехать не меньше трех часов. Девочку удалось спасти именно благодаря оперативности краевых специалистов. После двух операций по пересадке кожи и недели в реанимации малышку выписали домой. Это болячка. 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 Раны, конечно, еще остались. Кожа полгода будет затягиваться. Но со временем, возможно, не останется даже шрамов, прогнозируют медики. А маленькая Ира тем временем уже определилась с планами на будущее. Хочет стать врачом. Мария Крошная, Кристина Соколова, Денис Перец, Алексей Комаров и Сергей Целиков. Кубань, 24, Краснодар.